Я буду делать паштет из сыра, фета и кролика. У-у-у, как она тяжело это выговорила. Компоненты я уже приготовила. Сливки, фета, масло сливочное, кроличье мясо. Самый главный ингредиент. Эти ингредиенты, самое главное, ничто без возможности их измельчить. Это да. А это делается благодаря блендеру от Филлипс. Идеально в этом блендере то, что вы можете регулировать скорость нарезки просто нажатием пальца. Нажимаете сильнее, сильнее работают ножи. Слабее нажимаете, слабее работают ножи. Очень редко, когда насадка такая прилагается к блендеру. Как правило, бывает просто вот погружная насадка, либо стаканчик. А чтобы еще и венчик, фантастика. А вот это, это метрита, титановое покрытие. Абсолютно антикоррозийное. Это значит, что никогда не будет ржавчины. Так. Погружаем туда сваренного кролика. Сваренного кролика. Пахнет очень хорошо, потому что там был букет гарни. Значит, а теперь очередь за фетой. Так. А это ничего, что мы погружаем в блендер продукты разной текстуры? Абсолютно все мягкие продукты, поэтому они перемеются. Обязательно нам нужно масло. Почему? Да потому что оно позволит паштетик намазывать на тосты. Заливаем сливочки. На сливки точно. Вот. Ну и включай, что-то в машине. Ой. Красивый цвет. Розоватый. А какой будет вкус? Да. А вот мы тостики возьмем и будем намазывать. Сереж, ну все. Спасибо тебе за помощь. Я сама справлюсь. Я сама помою, тем более, что техника моется вообще одним движением. Для того, чтобы получился паштет из кролика, отвариваем мясо с морковью, луком и чесноком. Вареное мясо перемалываем в блендере вместе со сливками, сыром и сливочным маслом. Добавляем соль, перец по вкусу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова